Здесь сегодня юбилейный съезд и дата вроде бы юбилейная, но актуальность тех вопросов, которые в свое время 15 лет назад побудило наших доблестных ветеранов собраться в один кулак, когда представлять свое мнение в едином порыве, она, эта актуальность, никуда не делась. Наоборот, многие угрозы, которые существовали тогда, они перетекли в новый формат. И поэтому я хочу об этом сказать несколько слов, Тимулио, с вашего позволения. Сегодня на съезде Аруа хотелось бы отметить фундаментальность завоеваний наших граждан. 30 лет назад наш народ со своим лидером встал на путь возрождения абхазской государственности и добился своей цели. Однако нам не стоит воспринимать это как данность и что никаких угроз нашей государственности не существует. Сегодня стало очевидно, что привычные миру границы многих государств вполне вероятно изменятся в ближайшее время. А ряд стран, возможно, и вовсе перестанут существовать. Проведя анализ, почему это происходит с ними, можно прийти к вполне определенному выводу, что в первую очередь это неэффективное управление государством, высокая степень коррупции, торговля национальными интересами, элитами этих стран. Несмотря на фундаментальность наших завоеваний, угрозы безопасности абхазской государственности все так же остры, как и 30 лет назад. И самый главный из них это высокая коррумпированность и неэффективное управление страной и национальными богатствами. Отсутствие доверия со стороны народа к руководству на всех уровнях. Это приводит к постоянному саботажу любых инициатив государственной власти, пусть даже и полезных. Поэтому ключевая задача вернуть доверие нашего народа к лидерам страны. Это возможно лишь при соблюдении принципа справедливости, и когда лидерами страны являются люди исключительной репутации, своим жизненным путем доказавшие преданность идеалам Владислава и тех, кто его окружал. Невозможно построить успешное государство, не имея образа будущего. Будущего идеального отдельного гражданина семьи и государства в целом. Это будущее должно быть понятно близко каждому абхазу. Он должен разделять его. Каждого гражданина необходимо сделать сопричастным к вопросу возрождения государственности. Каждый житель должен четко понимать, что его проблемы – это проблемы всей страны. И страна приложит все усилия, чтобы помочь ему. И тогда будет и обратная связь, когда проблемы государства будут заботой каждого гражданина. Сегодня совершенно обратные процессы. Мы наблюдаем в стране. Так называемая политическая элита богатеет за счет своего народа, а не вместе с ним. Мы наблюдаем за последние два года беспрецедентный рост цен на потребительские товары, на топливо. Сейчас заявлено повышение тарифов на электроэнергию, коммунальные платежи. Вместе с тем не делается абсолютно ничего для того, чтобы простой гражданин жил лучше, его доходы увеличивались. Разрыв в доходах между узкой кастой богатых и остальным народом превратился в пропасть. Власть же главной своей целью поставила задачу защитить интересы корпораций, коррумбированных руководителей страны. Для того, чтобы навсегда закрепить за ними право эксплуатировать свой народ. Куда-то пропали без вести тендеры, открытые конкурсы по подбору кадров, прозрачность в работе государственной машины. Нет никакой информации на всех государственных сайтах. Откройте сайты Черноморьянерго. Последний отчет о проделанной работе датируется 2019 годом. Откройте сайты других ведомств, таможенного комитета, всех остальных, которые должны общественно широко информировать. Нет никакой информации. Все делается скрытно. Более того, кредитные программы, которые мы проводили, абсолютно прозрачно, доступно. Каждый журналист, каждый гражданин имел возможность получить доступ к этой информации, сегодня протекает в абсолютно режиме инкогнито. Никто не знает, что происходит, куда национальные богатства распределяются. У кого-то создалось впечатление, что абхазский народ уже не способен защитить себя. Что у него есть ценник, заплатив по которому, можно лишить этот народ всех богатств. Однако, это глубокое заблуждение. Заблуждение и то, что в угоду своим политическим амбициям можно давать невыполнимые обещания в Москве. Иллюзия продажности абхазского народа скоро, очень скоро развеется у этих людей, товарищи. Справедливость и честь являются главным мерилом жизни каждого абхаза. И, пользуясь этим моментом, я хотел бы обратиться ко всем офицерам Абхазии, сотрудникам службы госбезопасности, МВД и других правоохранительных органов. Защита национальных интересов, защита будущего, защита будущего наших детей, внуков и правнуков, это не только святой долг ветеранской организации АРУА или других общественно-политических сил Абхазии. Это, в первую очередь, долг всех офицеров, которые давали присягу. Поэтому мы очень надеемся на вашу поддержку. Мы надеемся на то, что офицеры, достойные офицеры, защитники страны, ветераны войны, в первую очередь, не будут безразличны к тому, что происходит сегодня в нашей стране. Убежден, что за темными временами придет рассвет, и все испытания, выпавшие на долю нашего народа, сделают его только мудрее и сильнее. И, как сказал один из истинных лидеров нашей страны, мы выживем в другом качестве – хорошем, более добрым, более мужественным, более честным. И в завершении я хотел бы сказать еще несколько слов. Ну, слышно иногда в обществе, где оппозиция, почему она активно не присутствует. Оппозиция была, есть и будет. Мы на стаже национальных интересов. И здесь предыдущий оратор ссылался на послание первого президента, Владислава Георгиевича. Я хочу, Тимур Лесикович, с Вашего позволения, напомнить девятый съезд ОРОА и резолюцию, принятую тогда. По всем пунктам, о которых тогда шла речь, по всем пунктам резолюции мы оказались правы. По всем без исключения. Откройте и почитайте. Понимаете, уважаемые граждане, роль общественно-политических сил политиков не в том, чтобы дождаться, пока беда случится, а потом громко кричать, зарабатывая себе очки. Роль истинных патриотов в том, чтобы увидеть, предугадать, предупредить. И именно в этот момент, когда становится ясно, что грядет беда, об этом громко сказать. Что и было сделано 11 марта 2021 года на съезде ОРОА. И, к сожалению, самые худшие опасения наши тогда оправдались. Я уверен, что и ветеранская организация ОРОА, которая возглавляет Тимур Лёстикович, Гулия, вот ее возрождение этой организации, ее активное участие в общественно-политической жизни и участие всех небезразличных граждан позволит нам в ближайшее время навести тот необходимый порядок и справедливость в нашей стране. И табук дарази.